Здравствуйте, Red Vector! Продолжаем делать обзоры турнира, который прошел в Екатеринбурге 19 апреля. С левой части экрана персонаж Милена выбрал такой групп, которого зовут Кедза. Я, скорее всего, неправильно произнесу, потому что он постоянно бесится из-за этого. А с правой стороны Джеки, это нам известная Фьюри Кури ФЛЦ. К сожалению, бой записан не полностью. Первый раунд, как вы видите, пропущен. И в первом раунде, в первом бою победила Милена. Ну что ж, давайте начнем, комментирую данный бой. Это кто сейчас два человека играют, да? Фьюри Кури, а это два друга, которые проживают, если не ошибаюсь, в этом городе Екатеринбурге. Поправьте меня, что не старят. Так, ну, честно, я с Миленой сам в онлайне практически не играл. Поэтому Милену не знакомы. Но по обзорам персонажей, по стилю ударов, она очень похожа, если сравнить с ним, сможет он бы 9. Так, как он заходил, что у нас запроводит жесткие. Но Милена тоже не отстает, а тоже очень красиво шилкует. Хотя, хотя, давай шанс, у нее еще есть победить. Хотя, один-два удара, и все, и Милена, к сожалению, проиграет. А данный персонаж Милена, она может драться, как и вдали. Вот у нее есть различные телепортаторы есть сверху, она ногой ударяет. Можешь кидать этими пилками, ну, как называется, кунаечек. Можешь также кататься по земле. Вот так, Джеки о своем репертуаре. Мурикуре очень хорошие комбинации проводит. Очень крутые копы. Очень опасный персонаж. То есть, это Джеки, там Джеки. Потому что очень тяжело. Хотя, если честно, я сейчас в самый краю за Джеки. У меня другая маленькая стиль, у него хай-тек. Да, у Мурикуре, а у меня фулапки. Я, в основном, все-таки, я не знаю, какие-то комбинации, да, каких-то таких метров. Я дежу на дистанцию. И многие люди это действительно, как же мне что-то описывают. Так, ну, пока по жизни броку тут, короче, кто раунд возьмет, тот и возьмет этот бой. Посмотрим, пока у нас все четко отлично перебивает. А не было уж некрасиво, но Брекер делает свое грязное дело. Так, пока очень ожесточенный бой. Пока все ровно. Хотя, Милена, как видите, лидирует. Блин, заборолся в первую комнату Джеки, но Милена, кстати, в свои руки и побеждает. Отличный первый бой за Миленой. Молодец, молодец, молодец. Посмотрим, что будет дальше. Я специально выбираю самые лучшие бои различных турниров. Вот, поэтому я посмотрел этот бой, мне он очень понравился. Так, что будет дальше. Арина, кстати, очень красивая, тоже мне нравится. Я не помню, как называется, какой-то параллельный протестер. Медзера были, что-то, кто-то вроде, где-то в воду. Наверное, он не станет сейчас трепионом. Очень, может, лапа. Так, оперфот, как и на идее, тоже очень хороший способ наказать соперника, если он любит очень часто прыгать на вас. И, вроде бы, мы смотрим, что-то, что-то показало. Возвращаться. Пока-пока ничего такого на экране не происходит. Прыгают, бегают. Как не могут друг друга поймать. Саем. Ну, пока по жизни, как вы видите, Милена генирует. Милена хорошо наказывает. Разве что-то делает движение Джеки и берет этот раунд. Ну, получается, этот раунд, если сейчас Милена забирает, то Джеки, к сожалению, проигрывает. Послушайте, что будет дальше. А вот тут, как я понимаю, наказывается. Вот видите, фул комбой в 20% от Джеки. Так, начинает. Основывается Джеки все. Вот так. Что-то будет дальше. Пытается, пытается. Милена пытается, как-то, держаться на дистанции и не подпускать Джеки. Опять на газон, на газон опять. Так, остается Джеки. Так, а вот сейчас опасно, когда он вот так вот делает, или с ним взяли руки, то лучше опасаться этого персонажа, не будет, чтобы его посудить. Опять на газон, слишком часто спамят. И делайте вот друг друга, и в результате из-за этого Джеки берет раунд. Так, пока ничьянь. Сейчас, пока все шансы у Джеки есть, чтобы пострелить. По камбану. К сожалению, не удался апперкот у Джеки. Опять наказано. Зачем Милена делает камбу вбок, мне вообще непонятно. Вообще непонятно. Вот это движение, как говорил мне, я здесь, но наверняка вы это движение уже видели. Если вы не играете за меня, то уже герои использовали в боевых видео. На дистанции Милены зоны. Милена получается достаточно хорошо, не подпускает по себе. На перкотом. Так, а вот Джеки начинает, начинает, начинает просто наказывать, начинает бресить. Да, не подпускает. Потому что Деркот пытается не подпустить, а Джеки пытается сблизиться. А вот сейчас опасный бросок, мячный набросок. Так, финальный, кто же, кто же победит в этом бою. Отлично. Милена проводит комбо, но, к сожалению, не уборит. Так вот, и Джеки пытается в свою руку, и побеждает в этом бою. Так, остался у нас, получается, финальный бой. Финальный, он будет решающим. Посмотрим, кто же, кто же из них окажется сильнее. Милена с ее красивой челюстью, или Джеки, дочка Джекса, легендарного Джекса, за которого я раньше играл в игре Mortal Kombat 9. Посмотрим, кто же, кто же сильнее. Куда-то никуда уходит спешл. Финальный. Десят пресс. Курьезно, что происходит. Так. Аккай, коснокат. Ну нельзя так делать, вот, различные вот эти клубы. Хотя, проблема в том, что она использует спешл в конце, а он, покажем на 100%, что это лишний раз доказывает вот этой наказухой от Джеки. Финальный раунд. Вот, если сейчас Джеки побеждает, Милена, к сожалению, проиграет. Что-то происходит не то. И что-то у них какие-то непонятные проблемы с Джосиком, как я понимаю. Все, нормально. Продолжают. Мне кажется, что это повлияло на эмоциональное, так сказать, состояние Милена, потому что это, не знаю, все поручилось не получается. В конце концов, это ничего не получилось. А Джеки делает свое дело. Спокойно, тогда, с расстановкой, пресс, и пытается победить, наконец, что-то. Но, ну, видите, не все так просто. Не все так просто в нашей жизни. Все, это, ой, что-то страшно. Как-то наказал Джеки. Как-то очень плохо. Как-то наказал. Бедный Милена, мне тебя жалко. Ну, комплексы вылезают. Все, это победа. И Фури Курев и ЛСП проходит дальше по турниру. С вами был Ред Виктор. Ставим лайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok